а здрасте друзья всем привет уленьки у нас золотой колос продолжается 8 серия и стартует у нас последний тройничок дней в этом сезоне тем в общем то приятного просмотра погнали смотреть что у нас тут произошло за последнее время с момента последней серии и так далее во первых друзья наши деревья они еще немножко подросли и вроде как мы даже пилили такого размера их уже по контракту либо снабжению там когда-то давно мы прекрасно знаем что это даже не предпоследняя стадия рост поэтому короче в этом сезоне мои деревья пилить не будем да и хрен с ними на самом деле задолбался деревья пилить ха по заводам друзья что у нас происходит начнем по порядку маслоэкстракционный завод у нас работает и весь лен который был собран в прошлой серии уже принципе переработался два дня прошло полтора и он почти закончил переработку это это хорошо есть у нас тут довольно таки приличное количество льняного масла и жмыха много нас собиралась блин надо его будет куда-то деть ну ладно это потом также между сериями друзья я запустил мебельную фабрику потому что вообще у нас прошел спонсорский стрим между сериями мы там допилили деревья которые я начал пилить на серии это все дело у нас переработалась щипа брус щипа переработалась в дсп брус и дсп переработалась в мебель все брус остался 60 кубов но и 270 кубов у нас есть мебели в конце сезона мы ее наверное продадим пускай пока лежит на мельнице у нас все тихо спокойно тут вообще ничего не происходило ну а сахарный завод продолжает работать я сейчас ему запустил ремонт линии на 50 процентов ресурса было 42 в последний день но это осталось 31 час это все дело у нас возобновилась линия переработки тростника у нас никогда не включалась еще на на первом уровне тут ничего в принципе удивительного 2 миллиона свеклы есть может быть за три дня они переработаются и тогда в конце сезона мы продадим еще и сахар весь жмыха тоже много насобиралась надо будет потихоньку от него избавляться также друзья теплички на тепличках у нас все созрело первый урожай клубники я засевал он созрел надо привести удобрения они до сих пор лежат на садовом центре я их до сих пор не привез привести удобрения и засадить теплицы еще раз клубничкой но друзья у нас есть небольшие проблемы с финансами как бы странно это не звучало конце прошлой серии у нас было по 6 половиной миллионов а сейчас осталось только полтора куда же я потратил все деньги а купил я друзья ткацкую фабрику такое вот предприятие куда мы раньше возили тюки льна тюки соломы льна и это самое предприятие я уже даже прокачал до второго уровня ну и плюс купил сюда еще один контейнер с комплектующими полностью забиты на ремонт ткацкая фабрика имеет в себе три линии одна из них перерабатывает шерсть принципе животные в следующем сезоне у нас будут поэтому эту линию сможем тоже запускать а на данный момент мы можем уже запускать линию переработки хлопка и линию переработки льна лобка у нас нету а вот сухой солома льна мы прошлый раз насобирали дай боже вот и как сразу ярко стало до 630 вот он смена суток в 19 ферме главное линии друзья прокачены по моему кроме пряжи до пряжи я не прокачивал а вот переработки хлопка и льна я прокачал но перерабатываются они катастрофически медленно на первом этапе было пять кубов в час сейчас 7 кубов в час я вот только не знаю это будет ткани выходить 7 кубов в час или это будет перерабатываться хлопка и льна 7 кубов за час переработка здесь не очень большая то есть из 100 процентов льна получается соломы всего лишь 30 процентов тканей у хлопка чуть побольше 40 процентов ткань и время работы у него с 10 утра также друзья я купил себе еще два поля и объединил их в одно большое 21 и 22 так что у нас теперь есть принципе довольно таки большие поля во первых 8 9 10 это большое поле 19 не маленькая 4 5 не самое маленькое есть прям гигантское 21 22 поле оружие меня уже весь везде созрел поэтому сейчас будем приступать к уборке ну и все поля у нас находится в идеальном скажем так состоянии с максимальной урожайностью все удобрено по два раза не вспашка не известь нигде не нуждается все прекрасно всю льняную солому друзья я сгрузила сюда вот на машины двор или как-то это территория называется в общем то тут дохренища тюков на самом деле мы это все дело отвезем когда откроется у нас это самая ткацкая фабрика пока что пускай они стоят здесь ничего интересного здесь не проходит также друзья кстати говоря у нас есть контракт на каналу 121 куб есть еще на выполнение 39 часов 40 по почти отвезти надо на же дистанцию мне немножко повезло и поле которые я вот покупал 21 22 22 поле было засеяно канолой когда ее купил она уже созрела и поэтому я эту всю каналу собрал отвез на склад двадцать первое же поле было засеяно картошкой поэтому это все дело у нас уже есть на складе канолы правда не хватит у нас на выполнение контракта всего лишь 86 можно считать кубов я сумел собрать поэтому канолу пришлось засеивать картофель у нас до хрена я пока не знаю что с ним делать но на самом деле у нас есть небольшие проблемы с финансами поэтому возможно придется продавать ее больше пока она нам не нужна ну и друзья дальше самое интересное и опять-таки некоторые скажут что я может быть псих но на нашем вот этом вот большом поле я его поселил хлопком чтобы запустить ткацкую фабрику линии по переработке хлопка маленькое поле засеяно канолой как раз на контракт должно будет хватить это мы уберем а вот большой вот это поле засеяно хлопком и его здесь теоретически должно быть довольно таки много опять-таки не знаю как быстро это все дело будет перерабатываться с учетом скорости производства но посмотрим может быть не запустим эту линию точнее не будем заниматься продажей в конце сезона тканью посмотрим далее шестое седьмое поле в принципе небольшое но она тоже засеяно хлопком поэтому убираться он будет вообще прям миллион часов если мы посмотрим на соседнее поле 4 5 которое еще больше по размеру она тоже засеяно хлопком у нас сегодня прям пушистики пушистики и в общем-то по северной части здесь все есть у нас еще два поля уже довольно таки большие по размеру и первое из них это девятнадцатая и знаете что там тоже растет хлопок его здесь тоже будет много а вот новое большое поле которое я свежий купил который здесь за горой находится там засеян тоже хлопок и друзья почему я говорил о проблемах с финансами а потому что нам надо еще купить что-нибудь что будет этот самый хлопок убирать если я возьму один комбайн убираться это все дело будет до конца дня потому что площади здесь большие урожая должно быть много убирать надо минимум двумя комбайнами а лучше тремя плюс друзья надо купить еще грунта плюс рассаду на два посева и клубника да ну и по мелочи еще возможно там семена удобрения еще что-то надо будет покупать поэтому миллион триста на три дня этого может не хватить возвращаем из аренды кстати селку я чтобы было быстрее брал в аренду на селку точнее сажалку для хлопка одно из самых больших проблем будет еще знаете что вот это вот 21 22 поле требовалось вспашка и его надо было чизелить я его чизелил двумя от этими нашими тракторами и это заняло 3 часа после хлопка вроде как все надо чизелить поэтому короче погнали работать делу время а потехе час или какая-нибудь еще есть веселая пословица на эту тему и начинаем мы друзья разумеется с магазина потому что надо купить хлопко уборочный комбайн есть на самом деле два варианта один вот дефолтный такой вот кейс есть еще джонник из платной dlc хи джон дир cotton pack и вот смотрю я на него и вроде мне даже его хочется взять и делать круглые тюки но эти круглые тюки меньше по объему они по 10 кубов идут комбайн выглядит практически точно также стоит он в два мать его раза дороже и что-то мне подсказывает что не будем мы его брать возьмем друзья два вот таких вот комбайна кейса сунем на них gps и ки и покупаем остается всего лишь 374 тысячи и этого уже не хватит на рассаду это однако грустно может быть надо было один комбайн брать в аренду этих ребят друзья сразу отправляем работать на 21 22 поле начнем с большого генерируем маршрут на два совместно работающих орудия пускай они работают парой и вроде как он не так даже и страшно выглядит значит вот этот вот товарищ у нас будет работать слева со стартовой точки его и вот это вот все дело можно даже и закрыть дальше в работу вступает автодрайв его мы отправляем на поле 22 со стартовой точки бздынь и он погнал работать нет не погнал потому что второй комбайн его мешает ну ладно давайте отгоним его отгоним его чуть-чуть назад и да с дороги освобождаем тут все немножко проще тут мы копируем маршрутик ставим ему работу справа ставим ему несколько орудий на одном маршруте на том я тоже кстати поставил и минимальная дистанция до предыдущего да пускай будет 100 метров там они будут пропускать проходы поэтому вроде как проблем быть никаких не должно то же самое поле номер 22 курс play здесь меняем со стартовой точки и отправляем его работать первый комбайн у нас друзья как раз вот пошел работать сзади приехал второй но он сейчас вроде как должен остановиться и на 100 метров отпустить второго то есть первого короче я не знаю как тут кто первый кто второй и работать они обещают два с половиной часа только на одном поле поля друзья придется еще чизелями обрабатывать это тоже надолго причем все поля но это ладно пока они работают погнали заниматься какими-то другими делами 11 поле друзья у нас засеяно канулой для контракта поэтому надо его убрать для этого выведем в свет один комбайн боже чё что так долго открываешься ты думаешь один комбайн 1 который вот у нас здесь не знаю может на джоннике покататься вообще пофигу на каком комбайне ехать но запрыгнул он джонник значит поедем на джоннике этого товарища отправляем на 11 поле он его уберет я думаю что 40 кубов урожая здесь прям должно быть нам именно 40 кубов не хватает для выполнения контракта поэтому пускай его потихонечку собирает но и в помощь ему надо поставить какого-нибудь грузович как кататься пускай это будет вот этот ман просто потому что я случайно в него запрыгнул только поэтому выбор пал именно на него больше никаких предпочтений не было вывозим чувака на дорогу отправляем его на 11 поле разгружаться на зерно выгрузка все как обычно тут все просто пускай ребятушки работают далее мы друзья перемещаемся на садовый центр надо купить еще рассаду для наших теплиц денег не хватает поэтому будем брать кредит по крайней мере нас кстати его сейчас контракт канала будет продажа там это все дело немножко отобьем это смешно было 6 миллионов мы берем кредит а что поделать что поделать берем пока что вот этих вот 7 штук кстати она же сейчас man под тюки занят поэтому придется по старинке уралом это все дело высаживать но и кредита берем 200 тысяч наверное 100 100 возьмем пока что 100 где 190 тысяч нам на рассаду не хватит 200 тысяч берем до рассада почти в 300 тысяч обходится на одну теплицу охренеть ценники зато потом продадим и будем плавать в деньгах возвращаемся друзья на базу и отправляем вот этого вот товарища тогда за рассады вообще кстати с помощью него можно исхитриться забубенить посев и мы это сделаем давай пока просто есть за рассадой и развлекайся также друзья нам надо еще отвести удобрение и эти самые удобрения внести делать это сделать я это решил в ручном режиме быстрее получится плюс надо опередить урал все-таки хотя рассада на самом деле не горит 7 утра только но в любом случае с помощью вот этого вот мана универсала можно это все делать сейчас провернуть съездить туда обратно быстренько на все теплицы объехать я больше конечно хлопок волнует на самом деле на данную секунду во первых у нас man который прицепом поддонов для тюков для всего вот это вот занят сейчас с тюками стоит хотя можно его освободить тюки надо будет куда-то отвозить загружать они будут оставаться на поле будут мешать наверно хотя в теории даже и не должны хрен его знает ладно это не проблема с этим потом разберемся с одной стороны друзья даже хочется в одно место это все загрузить и посмотреть сколько же всего будет хлопкой как это все дело будет выглядеть ну ладно это все в любом случае будет потом пока что вот вам покатушки на мане развожу рассаду по тепличкам точнее не рассаду а удобрения наслаждайтесь и почти кстати не заблудился по этим дебрям кататься это я молодец этого товарища отправляем тогда на автомойку на базу свою работу на сегодня он сделал вот так вот быстро да а почему нет и возвращаемся тогда обратно на садовый центр к нашему уралу давайте во первых мы загрузим вот эту рассаду которая у нас уже здесь есть на платформу автозагрузка сделать свое дело тут видите на 10 на 10 этих самых на 10 поддонов нам надо купить еще 7 погнали купим куда уходят деньги в какие города у вас не хватает денег но я вроде как купил нужное количество до 23 тысячи осталось раз два три 4 и 3 отлично чаканулу продадим немножко отобьем чуть что можно еще и картошку продавать у нас ее дохрена она нам не нужна так грузим оставшиеся что можно загрузить 10 смотрите друзья поддоны на самом деле не очень плотно здесь стоят их можно немножко пододвинуть и более скомпонованно поставить на самом деле если их развернуть будет еще лучше давайте попробуем так вот его повернуть дынь место вроде как должно будет больше стать свободного я вот опять занимаюсь какой-то ерундой потому что мне просто в лом два раза съездить я хочу за один раз может быть даже два сюда и станет хрен его знает когда сейчас с обратной стороны начнем их крутить и они начнут все с платформы падать упс лишь молодец до падают зараза ладно еще поставим было их изначально вручную ставить наверное тут у нас с другой стороны все нормально все пока нормально 3 ставим на платформу этот вот надо поднять это же его разворачиваем непонятно крутится на самом деле так и последний тоже разворачиваем увидите на самом деле здесь место гораздо больше чем при автопогрузке вот они нормально вполне здесь стоят еще более по плотничковому сделать ну кривовато конечно не стоят потому что ровно их поставить руками это это тяжело но сейчас здесь есть место поставить еще вот эти четыре штуки так вот раз так вот аккуратненько да влезет все сюда отлично второй берем его с другой стороны вот так вот поставим с дынь и пододвигаем так вот аккуратненько и все ща их засадим все одним махом еще один вот сюда тоже вот так вот бздынь 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 аккуратненько ставим и отлично слушайте я доволен прям доволен как получилось четенько и его вот сюда вот и давайте привяжем все это дело ремнями во вполне нормально она даже стала почти ровно я бы сказал сейчас кстати будет еще минус 30 тысяч за то что мы эту всю рассаду посадим ну ладно деньги нам вроде как пока что сильно не нужны так открываем курс play мой сохраненный маршрут который назывался теплицы посадка со стартовой точки его запускаем он посадит все теплицы и все будет нормально на теплицах же кстати нужно внести удобрения на тех и на других бздынь 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 вот так вот все готово грунта надо будет купить за какие деньги только без понятия на 1100 обойдется еще благо распределение удобрения не так много денег у нас отнимает сколько у нас тут 700 кубов грунта на одну теплицу сколько это денег 50 тысяч то есть две теплицы еще 100 кусков на грунт и этих денег нет вот в чем косяк ладно друзья короче у нас тут все пока что работают очень скоро у нас освободится наш джонни который убирает канулку и мы выполним еще контракт на каналу заработаем немножко денежков вообще можно даже посмотреть как у него тут дела а тут еще хлопочка много он только второй или третий проход идет а третье скорее всего по кругу и на данный момент собрано около 40 кубов отлично а вообще а вообще только что там высыпался в склад тэрэ тэ 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 тэн задание сколько нам надо 121 625 вообще некрасивая цифра на самом деле у нас 114 там лежит отправлять рано короче пускай она все это дело собирает потом увидим сколько у нас всего канала и придумаем как это все дело грамотно распределить чтобы не сильно много это у нас заняло поездок или сил ресурсов я не знаю короче пускай работают пока итак друзья прошло у нас совсем немного времени теплицы у нас засажены и на балансе минус минус 4813 евриков боже куда деньги уходят ну ладно поле у нас тоже убрано вся канала перевезена на склад нас ее теперь из почти 145 кубов и друзья вот этот ман который у нас работал мы его отправляем отвозить каналу на жд зерно здесь только три раза тебе надо будет съездить получается он три раза туда едет на третьем выгружает неполный прицеп контракт у нас засчитывается остатки канала везем на масло экстракционный завод делаем из них рапсовое масло все просто так что ждем пока он все это дело перевезет он это тоже довольно быстро сделает наверное знаете друзья и даже ручками решил это все дело привести быстрее будет да и мне особо делать нечего сейчас было в данный момент времени поэтому вот высыпаем оставшийся канал что не хватает по контракту и контракт у нас выполнен плюс один рейтинг и за контракт мы получили почти 118 тысяч денег на балансе у нас 113 тысяч денег вот это добро мы тогда везем знаете куда правильно на масло экстракционный завод выгрузка в общем-то пускай этот товарищ едет туда у нас друзья продолжается уборка хлопка это еще надолго поэтому друзья мы встретимся с вами когда это все дело будет подходить концу и что-то произойдет интересное или ну короче да а я тут пока прикину поразмыслию что делать с этими стами тысячами гигантские деньги которые надо правильно распределить и и и и и и Продолжение следует... Здравствуйте еще раз. У нас, друзья, на часах 9.59 утра, почти 10. И знаете, на самом деле случилось одно неприятное дерьмо. Вот когда я записывал вот этот вот таймлапсик, который вот вы видели, причем он не до конца, скажем так, был, у меня зависла игра и сказала, Никита, пошел нахер. А я ж ни разу не сохранялся, как начал записывать, а это было уже тоже почти 10. Короче, там 3 или 4 часа я переигрывал заново. И пошел, друзья, немножко по другому плану. На таймлапсе была уборка 6-7 поля, сейчас оно не убрано еще, убирается большое 8-9-10. Но это не важно. Друзья, что я вообще включился-то? 10 утра и нам пора отвозить тюки, потому что открылась ткацкая фабрика. А, кстати, я еще, друзья, знаете, что сделал? Я выполнил 3 контракта на культивацию, чтобы заработать немножко денежков, и их вот можно принять. Можно, кстати, еще и урожайчик поубирать-то на самом деле. Что у нас, комбайны-то простаивают, по сути дела. Но это не важно. И, друзья, я еще повывозил немножко отрубей, сколько можно было вывести. То есть сейчас, кстати, обновилась вместимость, так что можно будет еще немножко повозить. В итоге у нас сейчас плюсовой баланс, я отдал кредит, и на следующий посев нам должно хватать денег на рассаду. Ну, я еще, разумеется, дальше буду отруби вывозить. Хотя кредит все равно придется брать небольшой. Но, друзья, что я включился? У нас есть вот такой вот ман, и надо сейчас один прицеп тюков, друзья, и один прицеп хлопковых тюков. Вот этих вот отвезти и запустить ткацкую фабрику. Выбираем тут округлые тюки, включаем автоподбор, поехали их сберем. Хлопковых тюков тут уже тоже немало. Сейчас двинемся мы на другое поле, которое уже убрано. Я вам тот урожай покажу, надо эти тюки срочно отсюда вывозить, у меня фпс из-за этого начал проседать дико. Когда они подбираются, и в движении вообще дичь какая-то происходит, я не знаю, сколько их тут, 30, кошмар. В этом районе вообще плохо все. Короче, сейчас отвезем это на ткацкую фабрику, посмотрим, что да как. Здрасте, я вам тут тюки привез. Давайте откроем меню завода. Ткацкая фабрика, да. Вот черт, менюшки маленькие стали, я на ноуте просто играл, сделал поменьше. Но ничего страшного, потом верну на следующую серию. Итак, закидываем сухую солому льна и смотрим, сколько ее здесь будет. Ее здесь на самом деле-то дохрена, да. 72 тюка по 4 куба каждый, 288 кубов с одного прицепа. И все это дело перемещается на товарный склад. Хлопок, я думаю, тоже именно так будет работать. Мы, в общем-то, запускаем эту линию и посмотрите, как медленно оно перерабатывается. Знаете, друзья, мне кажется, ткань мы будем продавать только в конце следующего сезона. Потому что тюков-то у нас тут хоть жопой жуй. Поехали, друзья, еще съездим на наше большое 21-22 поле. Заберем оттуда хлопок. На 21-22 поле, друзья, у нас, между прочим, сейчас идет посев. Ездит Джоник и ездят у нас 2 чизеля. Все это дело культивируют. Ну, как только они закончат здесь, я их сразу же отправлю туда, где идет уборка сейчас. Если они закончатся раньше, чем уборка закончится. Короче, вот по такому вот плану они сейчас будут кататься. Насчет посева, кстати говоря, я уже распределил, что я буду ближайшие 2 дня сеять. Продал все семена, которые мне не нужны. Купил сколько надо семян, все посчитал, потому что делать было нечего. Дело было вечером. И вот столько вот тюков, кстати, у нас собралось с этого поля. Ну и плюс еще что-то осталось в комбайнах. Ну там в сумме, может, на один тюк еще с двух комбайнов. Это не важно. В общем-то мы вот эти вот 3 штучки давайте сейчас вот так вот закидываем. Сдынь. И погнали запустим еще и линию переработки хлопка. А здрасте еще раз. Я вам тут еще хлопочка привез немножко. Принимайте. Сдынь. Сдынь и бздынь. 60 кубов. Мана можно заглушить. И включаем. Сдынь. И тоже пошло. Тоже перерабатывается все, конечно, крайне медленно. 7,5 кубов в час. И это, да, это не ткани будут столько производиться. Это будет столько соломы перерабатываться или льна. Самое, друзья, херовое то, что завод работает с 10 утра до 9 вечера. Ночью он будет просто стоять. Ну, в общем-то, ладно, пускай работает. Я, друзья, уже за кадром полностью закончу уборку и посев. Больше ничего интересного у меня, в принципе, не запланировано. Перевезу все тюки сюда по-быстрому. Ну и в следующей серии мы уже встретимся. У нас будет опять уборочная, опять заводы, опять всякая вот эта вот фигня. И будем готовиться уже к завершению сезона. Копить денежки, собирать. И начнем уже четвертый сезон. Там уже, надеюсь, подвезут животных. Ну, по крайней мере, птица ферма уже есть. Наверное, может и с нее начнем. Посмотрим, как оно что будет. Сколько будет перерыв между сезонами, я, честно говоря, друзья, вообще без понятия. Для спонсоров запись начнется сразу же. Так что, если хотите смотреть все заранее, есть вероятность, что он даже уже отснят. То спонсорская подписка вам в помощь. Тем, кто уже подписался, вам огромнейшие спасибочки. Ну и вообще, друзья, пишите комментарии, лайкусики, в общем-то, если не подписаны на канал, то подписывайтесь. Короче, да, все у нас как обычно. С вами, друзья, был Никита Дилей. Всем огромнейшее спасибо за просмотр и всем покаки.